здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы свяжем с вами тапочки панды вот такие вот нитки не принципиально девчонки я просто показываю нитки из которых я вязала 75 процент акрил 25 процентов шерсти 100 грамм 180 метров связала я вот такие вот следочки по вот этому видео будет она в конце видео будет сейчас вот подсказочки вы высветиться так что основу на свой размер вы свяжите это я из черных нитей сделала основу а из белых я вяжу мордашку панды для начала я делаю слепую петлю захватываю петелечку провязываю закрепляю теперь 6 столбикам без накида стягиваю вот это кольцо и делаю соединительный полустолбик одна воздушная петля подъема и далее из каждого столбика из каждой петли предыдущего ряда я вывязываю два столбика всего у меня и будет 12 так 6 снова полустолбиком замыкаю кольцо делаю воздушную петлю подъема и теперь провязываем столбик с накидом далее следующие петли вывязываем два столбика с накидом и так далее один столбик без добавления и два из одной петли то есть чередуем и так до конца ряда так сейчас простой столбик далее два из одного теперь снова заметку замыкаем соединительным полустолбиком делаем воздушную петлю подъема и далее провязываем две из одной петли вывязываем и два столбика без добавления 1 2 вот видите здесь два из одного здесь по одному и так далее продолжаем 2 и по одному до конца ряда делаем соединительный полустолбик в конце ряда воздушную петлю подъема теперь делаем вяжем вяжем два столбика без накида из 3 вывязываем 2 теперь три столбика без накида и 2 из 4 вывязываем 2 столбика и так до конца ряда и конец ряда вот смотрите здесь у меня добавление и остался один столбик без накида это здесь мы начинали из двух столбиков вот он 3 это нужно для того чтобы у нас добавление были расположены в хаотичном порядке чтобы у нас из этого круга не получился шестиугольник нам нужен круг и не шестиугольник поэтому мы так располагаем добавлением так сделала я воздушную петлю подъема вот смотрите вот оно наше добавление предыдущего раза значил она надо сделать где-то здесь значит сейчас мы делаем добавление то есть в каждом ряду мы мы его смещаем добавляем одну петлю между этими добавлениями предыдущем ряду у нас было 3 значит теперь у нас 4 3 4 и добавление и так мы продолжаем вязать еще этот ряд до конца потом следующий с пятью петлями между добавлением и еще один с шестью петлями между добавлением вот у нас такой должен получиться круг так вот смотрите вот такой вот круг у меня получается теперь я беру оставляю белую нить за работа я его пока оставлю беру черную нить и провязываю один столбик без накида вот так вот протягиваю ее и провязываю здесь можно привязать можно пока оставить так ну давайте сделаем один узелок теперь делаем 2 накида пропускаем две петли 1 2 из 3 вывязываем столбик с двумя накидами далее то же самое из той же дырки всего восемь раз восемь столбиков с двумя накидами из одной дырочки теперь 8 видите вот теперь пропускаем 12 и в третью вяжем столбик без и еще 7 раз то есть всего у нас будет восемь столбиков без накида 3 4 5 6 7 8 далее снова столбик с двумя накидами 2 пропускаем из третий вывязываем столбик с двумя накидами всего 8 8 снова 2 пропускаем раз-два и в третью вяжем столбик без накида так вот они образовались наши два ушка далее провязываем вот эти оставшиеся столбиком без накида вот провязали мы по кругу черной нитью теперь она нам не нужна мы ее с ним обрезаем и завязываем здесь узелочек сфиксируем все вот эти нитки потом у нас спрячутся теперь белый берем белую нить и вяжем еще один ряд столбиком и вяжем столбиком без накида 3 4 5 из 5 петли мы вывязываем 2 чтобы у нас не не было стянуто ухо два три не теперь тут где мы видите вот я обвязала ушка теперь я перехожу на полустолбик и передвигаясь к второму уху видите передвинулась я ко второму уху теперь вижу на нормальным столбиком обвязывая ухо 23 у нас здесь тоже было три до тех двух 2 из одной петли и далее 4 столбика раз два три четыре так далее мы не вяжем здесь мы просто так делаем соединительный полустолбик и нить обрезаем и вытягиваем на другую снова наша нашей банды готова вот такая головушка теперь мелкие детали свяжем так сначала из белой нити делая слепую петлю соединяю и вывязываю 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 стягиваем колечко делаем соединительный полустолбик тут он конечно делается очень хорошо не очень удобно так нить обрезаем и продевая просто вот так вот на изнаночную сторону вот таких деталей нам нужно вырезать 4 так значит белые 4 далее черные делаем то же самое черная нить и точно такое же колечко стягиваем делаем соединительный полустолбик здесь вот можно завязать узелок и нитки не нужно обрезать чтобы нам не мешали вот таких вот деталей у нас будет 2 черных маленьких это наш нос так что теперь глазик черная деталь глазика точно также делаем слепую петлю и вяжем вот таким вот образом здесь закрепляем эта петля не считается теперь делаем столбик без накида 1 столбик с накидом 1 столбик с двумя накидами 1 столбик с одним накидом 1 столбик без накидом 1 2 3 далее повторяем 1 столбик с одним накидом 1 столбик с двумя накидами 1 столбик с одним накидом и столбик без накида есть теперь стягиваем наше кольцо вот видите получился у нас в итоге овал и соединительным полустолбиком соединяем вот все видите для того чтобы концу хорошо держалась мы его здесь завяжем и зафиксируем так таких деталей овальных нам нужно 4 подготавливаем и далее будем собирать вот так мои хорошие будем собирать на нашего медвежоночка вот мы на примере одной да вот мои детальки вот мой носик начну я с носика вот здесь вот где у нас центр видите где мы начинали вязать я его отсюда я вот так вот продеваю иглу из дырочки из этой кончик оставляю для того чтобы можно было вот кстати даже сейчас возьму и завяжу я вот этот носик вот так вот раз и одним стежком смотрите видите много стену чтобы он такой был овальный и теперь по кругу пришиваю подтягиваем не так чтобы вот этот конец был больше чем рабочая нить и теперь вот таким вот образом продеваем в срединке носика и делаем большой стежок раз и два один и второй в ту же дырку и в бок теперь возвращаемся в эту дырку и в бок в другую сторону в эту дырку и сюда возвращаемся кто кому с первого раза не понятно девчонки поставьте видео на 50 процентов скорость и просмотрите еще раз этот кусочек видео я думаю все будет понятно так и последний стежок то есть каждую каждый шаг я повторила по два раза вот теперь здесь делаю узелок и одну нить я обрезаю буду тебе дальше в одном сложении теперь далее я прикладываю эту черную часть глазика и прошиваю по кругу вот таким вот образом передвинусь немного на эту сторону по сути нам-то без разницы это все дело у нас спрячется и 2 2 деталь черную уже пришиваю готова делаем узелок берем белую нить так теперь пришиваем белые детальки вот сюда вот на глазики белой нитью чтобы не было видно стежков почти готова теперь еще черная не берем черную снова нить сложенную два сложения и вот здесь вот в центре глазика делаем и в центре а на белом фоне делаем пару стежками как бы точечку для глазика теперь передвигаемся на второй глазик и делаем здесь точно так же здесь последний узел и и одну нить обрезаем и будем пришивать в одно сложение теперь вот пространство между ушками мы совмещаем с вот этим вот местом и пришиваем по кругу вот так вот по кругу пришиваем и оставляем маленькую дырочку смотрите я пришила такой вот кармашек у меня и остатки пряжи такой меринусовая я ее заполню ту мордашку по сути это все распределю чтобы она была такая симпатичная и зашью в эту дырку еще вот и все по сути у так вот они наши тапочки готовы вот такие вот панды девчонки подписаться на канал здесь поставить лайк как связать основу здесь вот этих вот тапочек и как укрепить эту основу стелькой фетровой вот здесь вот в этом видео а с вами была века и школы рукоделия я с вами прощаюсь всем пока пока